доброе утро доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее декабрьское утро декабрьское пасмурное утро и начинается новый день но на антониаде нас смотрят и дмитрий латуха и уже прекрасно максим всем доброе утро итак мы продолжаем изучать изучать мудрость торы то что всевышний сообщил еврейскому народу в на горе сена через моисея маши раббену пророка маши раббена учителя нашего и мы изучаем как раз письменную тору пятикнижия с комментариями раши так как раша был такой рабе нашло мэйсхать он жил тысячи лет назад во франции он знал всю тору вообще всю устную тору то мы получается действительно понимать но он объясняет то что называется пшат он такой самый классический комментарий хорошо значит ирина авербу хочет быть в эфире у нас в эфир можно в принципе мы можно стать лектором ваикра если ты соблюдаешь шаббат из-за тебя кто-то из раввинов ведь что этот человек он соблюдает заповеди торы то можно попробовать стать преподавателем на портале ваикра и делиться своими своими тем что ты изучаешь дату и тора который ты изучаешь потому что каждый из нас он воспринимает тору эту тору пропускает сквозь свое восприятие и то что мы выдаем уже наружу это уже переработанная тора это не тора в принципе да вот яков шатанин шалом то есть то что сейчас я вам рассказываю это мое восприятие недельной главы которую я лично читаю вадим зинович рабинович у него его восприятие и так далее то есть тора сама по себе это это можно сказать мысли информация исходящая от всевышнего но но так как всевышний непостижим то на каком-то уровне тора непостижима но потом она все уплотняется уплотняется и вот мы сейчас пытаемся ее понять значит сейчас мы находимся в недельной главе где йосеф раскрылся своим братьям которые его продали в рабство в египет и прошло после этого момента 20 лет до 20 сколько 22 года 22 года прошло и тут значит он стал премьер-министром египта и он им открывается и он им говорит не бойтесь говорит не бойтесь потому что нет не вы послали меня он говорит сюда не вы меня послали вы думаете что это вы меня продали там и так далее он говорит нет это не вы ки аэллоим а только всесильный меня послал сюда вы и что он дальше всесильный сделал в ясиме не ляв ли порой он меня поставил отцом для фараона у леодон и коль бейто и господином на весь его дом у мушель беколер и смит сраем и правителем над всей землей египетской египетской то есть он был в египте главный премьер-министр распорядитель главный советник фараона то есть он был второй человек после фараона в египте здесь очень интересно вот то что он им так объяснил в этом была главная суть величие окова то есть обычный человек он обычный человек да он продукт продукт воспитания он продукт он является следствием обычный человек он следствие то есть он реактивны и он реагирует он на идет за тем то йосиф он был проактивный он был необычный человек. И он вот эту ситуацию, он говорит, смотрите, вот вы думаете, это вы меня послали. Он говорит, не, вообще не так. А я думаю по-другому. Я вспомнил случай, когда был такой великий мудрец Хафицхаем. И у Хафицхаема на вокзале украли кошелек. И вор с кошельком убегает. А Хафицхаем, он бежит за ним и кричит, говорит, чтобы тот услышал. Он ему кричит, ты не вор, я тебе подарил кошелек. То есть он говорит, нет, нет воров, я не хочу сделать тебя вором. Ты не вор, я тебе кошелек подарил. То есть он эту ситуацию так повернул, чтобы в мире не было зла. Он убрал зло. То же самое Юсеф. Это такая проактивная позиция. Он им говорит, это не вы меня продали в рабство, не вы мне сделали зло. Это говорит Всесильный, меня сюда послал для добра. И теперь он им говорит дальше. Он же проактивный, он не ждет дальше. А вы нам что скажете на это? Он им говорит, даже он их не выслушал никак, а он им говорит, Маару, он говорит, быстренько поспешите. Поднимитесь к моему отцу. Скажите ему, так сказал сын твой Юсеф. Значит, поставил меня Бог. Поставил меня Бог именно. Он не сказал, я поднялся, я достиг, я сделал. Он говорит, поставил меня Бог господином над всем Митсраемом и теперь спускайся ко мне, не задерживайся. Значит, он начинает дальше проактивно, то есть, как это совместить? Вот это главный вопрос. С одной стороны, он говорит, меня Бог поставил. С другой стороны, он не говорит, а что ж теперь Бог нам пошлет, что делать-то будем? Он так не говорит. Он говорит, а теперь и давай ситуацию двигать дальше. Получается так, если человек сильно верующий, он понимает, что все от Бога, и какое бы действие он ни сделал, то это действие все равно тоже от Бога. То есть, есть в Мишле мы учили такой отрывок, что для человека, как бы, его размышления, но шади человека, который он делает, это уже от Бога. То есть, какой бы ты ни сделал бы внутри решения, решение это твое. Ты можешь решать все, что ты хочешь, как ты хочешь называть, можешь назвать вора не вором или не вора вором. Это твой выбор. Но посадят его или не посадят, решаешь не ты, решает Всевышний. В зависимости от... Он учитывает все факторы. Помимо твоего решения внутреннего, есть еще масса других людей, есть много факторов. Есть твои же решения вчерашнего дня, позавчерашнего дня, поза-позавчерашнего дня. И все эти решения создали какие-то влияния на небо. Решения людей создали. Вся ситуация. Это не твое. Это все от Бога. От тебя твое решение. Да? Работа Макшивот Белев Иш. Много мыслей в сердце человека. Во отца Ташем и Такум. Но решение Всевышнего, оно именно сбудется в реальности. Это то, что Иосиф им говорит. Меня Бог поставил. Скажите ему, меня Бог поставил господином над Египтом. Но, говорит, а теперь, он тут же без остановки продолжает и им говорит, что делать. Идите, говорит, спуститесь к папе и пусть не задерживается, едет сюда. И передайте ему, он говорит, дословно, вот так передайте. Ваяшафта Беретс Гошин. И будет он сидеть в земле Гошин. То есть, Иосиф уже, уже он продумал, где будет жить его папа и братья. Он уже к этому моменту, в этом был, почему он стал управителем Египта. Он был гениальный управленец. Он видел сразу всю ситуацию и знал, как все, все расставить по местам. И он говорит, и сядете вы в земле Гошин, и будет, и будешь, значит, будешь коровы лая, и будешь ты близок ко мне, ты, и твои сыновья, и внути твои, и скот твой, и, значит, и все, что у тебя. Я помню на это место тоже Рависках Зильвер, Захарноцитик Левраха, он говорил такой, как, такой дружь это называется, это то, что отсюда можно вытащить с помощью глубокого понимания. Иосиф ему сказал, и будешь ты сидеть в земле Гошин. Это была самая дальняя земля в Египте, которая была отдельно от всех, такая область, как Биробиджан, такой, да? И он ему говорит, и ты поселишься, отцу передайте, что он поселится в земле Гошин, и будешь близок ко мне. Так Тора из этого учит, что с родителями рядом лучше не жить. Чем ты живешь дальше от родителей, тем ты ближе к ним, тем ты ближе к ним. Например, я живу рядом с родителями, а у меня брат живет далеко от родителей. Так они мной все время недовольны, потому что я же, ну, как бы я рядом, многие это знают, когда ты живешь с родителями, то родители очень часто недовольны, критикуют и так далее. Так знал это как раз, как раз Иосиф это знал. И он говорит, папа, ты поселишься далеко, в земле Гошин, и будешь близок ко мне, тогда я буду хороший сын для тебя. Это такая интересная вещь. Теперь, значит, дальше, что он ему говорит, и я буду тебя там кормить, и, значит, потому что еще будет пять лет голод на земле, и не обеднеешь ты, твой дом, и все, что у тебя. Вот только что был вопрос, только что был вопрос, знал ли Иосиф, что потом будет рабство. Я думаю, что вот этот отрывок Торы нам доказывает, что он не знал. Почему? Потому что он говорит, пять лет еще будет голод. Или наоборот, доказывает, что знал. Смотрите, здесь он сказал, что пять лет будет еще голод, но когда пришел Яаков, голод прекратился. То есть, есть пророчества позитивные, позитивные пророчества всегда сбываются. Если пророк сказал, что будет хорошо, будет хорошо. Но если пророк сказал, что будет плохо, как, например, пророк Йона сказал, что город Нинва исчезнет, то есть возможность плохое пророчество перевернуть на хорошее. То есть Бог может отменить плохой приговор, потому что его главное богокачество это доброта И она проявляется в том, что если тот, на кого есть плохой приговор, сделал чуву, раскаялся, то плохой приговор может быть отменен И здесь Йосиф, он говорил, что еще пять лет будет голод И значит он знал пророчество, которое еще Бог сказал Аврааму, что 400 лет будут твои потомки пришельцами в чужой земле И мы видим, что Бог сократил эти 400 лет по одному из мнений И было всего 210 лет рабства, а тяжелого рабства было всего 70 лет Но значит, наверное Йосиф знал, что будет вот это пророчество исполнено, которое Бог сказал Аврааму Что будут угнетать твоих потомков в чужой земле Значит это необходимое условие дальнейшего выхода с большим достоянием То есть человек для того, чтобы что-то достигнуть, он должен, так Всевышний сделал, заработать это В этом суть этого мира И получается, что чем больше ты хочешь получить награду, тем больше ты должен заплатить за это цену И Йосиф, который поднялся на самое большое величие, которое может достигнуть человек в Едипте Он за это заплатил цену, 12 лет в тюрьме Рабство, страдания, значит братья продали, один без семьи Это была цена за то, что он, можно сказать, выплавился, да В суперсильную личность, которая была просто, он был неиздебаемый, он все такое знал, управлял Но это было уже следствием того, что он заплатил за это большую цену, сидя в тюрьме И значит, он говорит, я вас буду всех сохранять, обеспечивать, все, приходите Значит, и вот глаза ваши видят И видят глаза моего брата Беньомина Что это именно я, я говорю с вами, я Йосиф Я Йосиф Значит, ну, он им дальше говорит Скажите отцу все о моей славе в Едипте И все, что вы видели здесь, расскажите И быстрее приводите его сюда И упал он на шею Беньямину, брату своему, и заплакал И Беньямин плакал на его шее Значит, Тора отсюда учит, что он был такой пророк О чем он заплакал Он увидел, что в дальнейшем будет построено в уделе Беньомина Иерусалим, это был частично удел колена Беньомина И храм построен именно вот в уделе Беньомина И он увидел, что храм, который построил потом еврейский народ Первый храм построил царь Соломон Второй храм построил Эзра, когда вернулись из Вавилонского рабства Он увидел, что оба храма были разрушены Он из-за этого заплакал на шею Беньомина А Беньямин заплакал на шею у Юсефа И тоже это интересно, что когда евреи пришли из Египта И из пустыни был передвижной храм Мешкан, он назывался, Стиния, да, переводят на русский Такой Мешкан это был Он стоял в уделе колена Юсефа в Шило И он тоже потом был разрушен И они плакали, что вот они видели оба в пророчестве Что это очень интересно Жизнь человека, она идет вот из таких вот постоянных падений и подъемов Падений и подъемов То тебе хорошо, потом тебе плохо Потом тебе опять хорошо, потом тебе опять плохо Потом опять хорошо, опять плохо И судьба народа точно так же В начале поднятия все довольны, все хорошо Потом бах, плохо Потом опять хорошо, потом опять плохо И так Всевышний сделал мир, что он так устроен Равновесие Значит, поплакали они И после этого он пошел и начал целовать всех своих братьев Как раз те, кто его продали И он их целовал и тоже плакал И значит, только после этого они смогли говорить с ним Да, всем доброе утро Здрасте, Раиса Васильевна Значит, он сумел Он плакал Вот тут интересная такая вещь, да У каждого человека внутри есть накопленные травмы Травмы детства В детстве ребенок же, он очень беззащитный Он себя ощущает таким маленьким комочком в мире великанов Которые эти все великаны его все время там заставляют что-то делать Там спать ложиться Иногда бывают родители жесткие и бьют детей И критикуют детей И у человека в психике накапливаются вот эти вот болевые ощущения Они накапливаются в его нервной системе В его эмоциональной системе И они там как записанные на флеште, да, воспоминания И Иосиф, когда он, представьте, правитель Египта Который управлял там армией, людьми Все эти египтяне, царедворцы, маги, волшебники Все эти демоны там и так далее И он, значит, он был все время в таком напряжении И он был самый сильный в Египте Но когда он увидел братьев своих И он вспомнил, он вошел вот в это состояние Свое детское И он заплакал У него пошло в их, как бы, катарсис это в психологии называется Из нервной системы у него вышла вот эта вот Его травма детстве, да И он начал плакать на их груди И только после этого братья начали с ним разговаривать Потому что комментарий на это место После того, как они увидели его плачущим Они почувствовали, что сердце его настроено к ним мирно И он не питает к ним ненависти Так вот говорит нам устная Тора И они начали с ним говорить, так как до этого они испытывали стыд Значит, и во всем доме фараона пошел слух Что это пришли братья Юсефа И понравилось это фараону и его рабам Почему же это понравилось фараону и всем его рабам? Потому что до этого у них все равно было Слушок такой ходил по Египту Вот, вот это раб из тюрьмы пришел Какой-то вообще непонятный человек И фараон его возвысил А кто это вообще? Нами раб управляет, да? Так они и говорили про Юсефа Ну вот сплетните, знаете, люди же любят посплетничать, перемывать кости Но когда они увидели, что пришли братья Юсефа Они все были такие прям великаны Очень была семья Семья была такая, ну как сказать, благородная Вот такое слово благородное И когда они увидели семью Юсефа, его братьев Они поняли, что Юсеф он из благородной семьи Никакой он не раб Что у него вся семья такие воспитанные, воины, ну и так далее И они сказали, Хук, слава Богу У нас премьер-министр, премьер-министр у нас нормальный То есть он нами правит, но это не раб какой-то, да, нами правит Нами правит человек, который, ну достойный человек Поэтому я слышал такой комментарий Что это понравилось в глазах фараона и его рабов Значит, и сказал фараон Юсефу Сказал так Значит, идите в землю Кнаан Вот вам подарки, берите отца вашего То есть фараон сам лично пригласил семью Якова И семью Юсефа пригласил их жить в Египте И он говорит, я дам вам лучшее То есть дам вам вот этот Биробиджан, земля Гошин Дам я вам ее в пользование, чтобы вы там отдельно жили И Юсеф передал братьям, чтобы они, значит, шли к отцу быстрее И говорили Вот сейчас мы пришли к очень интересному моменту Пришли они к... Пришли они... А, вот тут самый интересный момент Вот это один из самых таких ярких моментов в Торе Который показывает, ну, ее, как бы, истинную составляющую математическую Вот смотрите Написано так Прямо в Торе Прямой текст я вам сейчас говорю Дал Юсеф им повозки, как сказал Паро И дал им припасы на дорогу И Лекулям Натан Лейш Халифот Симлот Каждому он дал еще и смену платья То есть в то время вообще одежда Я еще помню те времена, когда костюмы передавались из поколения в поколение А в те времена Это просто сделать хороший костюм Это надо было там год, например И он дал каждому по костюму Халифот дал каждому А Беньомину дал 300 монет И 5 дал 5 костюмов И тут опять возникает вопрос Почему Юсефа братья ненавидели? Потому что папа его выделял и сделал ему рубашку Помните, полосатую рубашку? Зачем он сейчас выделяет Беньомина и дает ему 5 костюмов? Всем братьям дал по одному Беньомину 5 Всем братьям денег не дал А Беньомину дал 300 монет Значит, передаю то, что слышал от Раваиска Казильбера Захроноса Дикли Враха Значит, что он рассказывал на это место Он говорит так Посмотрите В Торе написано Когда написано, он братьям дал Халифот То написано Халифот с буквой ВАВ Такое полное написание этого слова Как бы костюмы с большой буквы Он им дал такие дорогие платья Там костюмы Гуччи он им дал А Юсефу дал 5 Халифот Халифот написано с маленькой буквы Такие без буквы ВАВ Маленьким Значит, он ему дал 5 костюмов Там Пума или Адидас То есть, им дал по костюму Гуччи Стоимостью там 2000 долларов А Юсефу дал 5 костюмов По цене 400 долларов каждый То есть, в общем, это была одинаковая цена А зачем же он им дал 5 костюмов Значит, в то время Не было интернета, инстаграма Тиктока, ютюба То есть, у людей была информация Только то, что они видели своими глазами И эта информация была очень ограниченная Поэтому они вдумывались в каждое слово Вот он смотрит, например Значит, картин же тоже не было как таковых То есть, письма писали на камне Чтобы почитать новость какую-то Нужно было ее выбить на камне И потом ее год читали Новость шли, рассматривали каждую букву То есть, было совсем другое восприятие информации И они очень хорошо понимали разные намеки Они понимали разные намеки В пяти костюмах был намек Что потом из Беньямина выйдет Мардыхай Который спасет еврестий народ Во времена Амана и Ахашвероша Это Медилат Эстер И там написано в конце Медилат Эстер И вышел Мардыхай в пяти одеждах И перечислены эти пять одежд И Мардыхай, это был Как раз он был из колена Беньямина Он был потомок Беньямина И Йосеф, который был пророком Он ему дал вот эти пять костюмов Сказал, что Беньямин Из тебя выйдет твой потомок Мардыхай В пяти костюмах будет То есть, это был такой язык Кодовый язык Да? Теперь, а что за 300 монет? Значит, смотрите 300 монет, которые он дал Беньямину Это было очень в закрытии дештальта Есть такое слово Чтобы он хотел подвести итог Прошлому периоду Значит, он не был дома Его продали братья Когда ему было 17 лет И на протяжении, получается 21 года 22 лет На протяжении 22 лет Йосеф не помогал папе У них было принято, что Каждый месяц один из сыновей Было осталось 11 сыновей Один из сыновей месяц в году Он, значит, занимался делами папы И получалось, что Если до этого было 12 сыновей И должны были по месяцу заниматься То долю Йосефа Теперь она распределилась на 11 сыновей То есть, он же Его не было Они его продали Но он, тем не менее Не выполнял заповедь Почитания отца И матери И он не мог выполнять эту заповедь Получилось, что 11 братьев 22 года Получилось, что Каждый отработал за Йосефа По 2 месяца 22 года Разделить на 11 В общем, получилось, что По 2 месяца Каждый отработал за Йосефа По 60 дней Но братьям он не должен был платить За то, что они за него работали Потому что Они его продали Это была их вина Пускай они отрабатывают То есть, они Это было их решение Его продать Но Беньомин не участвовал В продаже Йосефа Получается, что Беньомин отработал За вот эти вот 22 года Он отработал Вместо Йосефа Он отработал Получилось По месяцу В общем Расчет такой Что он отработал Вместо Йосефа По-моему 60 дней 60 дней Какой-то точный расчет Я сейчас не буду вдаваться В общем 60 дней он отработал За Йосефа Средняя зарплата В день В то время Была Минимальная плата Труда Была 5 5 монет Было это написано Там в Талмуде Если это написано В Талмуде Значит Йосеф заплатил Беньомину Деньги За то что он Вместо него Выполнял заповедь Почитания отца И эта заповедь Вернулась к нему То есть он сказал Что ты от меня А вы братья Извините Вы меня продали Все Расчет закрыт Вот откуда он дал Беньомину 300 монет Представляете Просто вообще Удивительная вещь И значит Отцу он послал Тоже послал ему Там 10 ослов Несущих Запасы Припасы Там зерно И так далее И значит Вот сейчас Самое интересное Братья пришли Пришли братья К Якову Пришли они К Якову И сказали ему Так Вайди дуло Говоря Еще Йосеф жив Представляете Приходят они К папе И говорят Еще Йосеф жив И он Не просто жив А он Мошель Он властитель На всей земле Едипетской Он президент Америки И скакнуло Сердце Якова И он им Не поверил Он говорит Не может быть Вот реально Ну не может быть Такого То есть 22 года Его нету И тут вдруг Вы приходите Из Едипта Уже второй Или третий раз Они же приходили До этого Они пришли Остался там Шимон Потом они пришли И сказали Что Ну мы Мы без Беньомина Не можем Он им дал Беньомина И получается Что Сейчас они приходят Уже с Беньомином И говорят Йосеф Президент Едипта Он им не поверил Значит Они ему говорят Все слова Йосефа Они ему передали Дословно И показали ему Эти Те леди Которые были Он им дал Да И значит Сказали ему Слова Йосеф сказал Яакову Передайте папе И последнее Чему Яаков Его учил Слова Торы Которые Яаков А он обучал Йосефа Той Торе Которую он Выучил От сына Ноаха От Шема И он Йосеф говорит Папа если не поверит Он же все просчитывал Он знал вообще Все наперед Он говорит Вы папе скажите Перед Тем как Йосеф ушел Вы учили с ним Вот это И он передал Там то что Они изучали Тему И знаете Что дальше было И Ожил Дух Яакова Их папы И к нему вернулось Пророчество То есть он Все эти годы Он был в состоянии Такой Полудепрессии Он был Он страдал Активный Йосеф Это поэтому Он называется Йосеф Праведник Все дорогие друзья Всем удачи Успехов Хорошего дня Чтобы мы в любых Ситуациях верили И видели Доброту Всевышнего И это нам Откроет свет Откроет глаза И мы увидим Что есть Всегда Есть спасение То есть всегда В любую ситуацию Есть вход Есть выход И их может быть Рядом Много выходов Главное Выйти из этого Депрессивного состояния Все Удачи Успехов И всего хорошего Депрессивного состояния